На стадионе Икар и на базе школы номер 12 прошли ежегодные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Школьники города демонстрировали свои знания ПДД и навыки управления велосипедом. Их можно назвать настоящими укротителями велосипеда. Перед членами отрядов юных инспекторов движения стояли непростые задачи – на ходу перенести стакан с водой, проехать по узкой дорожке, не задев препятствия. Испытания ребята проходили в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса любителей двухколесного транспорта «Безопасное колесо». Сегодня здесь дети будут показывать виртуальное вождение велосипеда в ограниченном пространстве и в определенные временные рамки. Сотрудники госавтоинспекции города Сарова будут расширять судейство. Каждый год у нас происходят такого рода происшествия, когда несовершеннолетние попадают в дорожно-транспортные происшествия. Либо будучи пешеходом, пассажиром и также на велосипедах. Бывают случаи, когда дети не спешиваются с велосипедом, проезжают в пешеходном переходе и попадают в колеса автомашины. Команды из школ города проходили три этапа – медицина, экзамен по ПДД и фигурное вождение велосипеда. Все они демонстрируют уровень знаний, которые пригодятся детям в летний период, когда одним из основных способов передвижения становится двухколесный транспорт. Среди участников соревнования – новички и уже опытные конкурсанты. По их словам, подготовка и само прохождение испытаний – увлекательное и веселое занятие. Я участвую не впервые. До этого я еще участвовала около двух раз на уровне города. И один раз наша команда выезжала на регион. Наша команда собиралась хотя бы раз в два неделю. Повторяли чисто фигурное вождение велосипеда, билеты и оказание первой медицинской помощи. Последнее было самым интригующим. Жюри отметило, что руководители отрядов подготовили достойные команды, практически не уступающие друг другу ни на одном из этапов конкурса. Победителем стала команда ЮИЧ-школа номер 10 в десяточку. Теперь им предстоит продемонстрировать свои знания и умения на областном этапе. Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. В здоровом теле – здоровый дух. Спорт дарит человеку много плюсов. Хорошую фигуру, выносливость и силу, стабильную нервную систему, правильное функционирование организма и многое другое. Еще большую пользу можно получить от занятий на свежем воздухе. Саровчане могут присоединиться к проекту «Спорт в каждый двор» Центр внешкольной работы и заниматься любой физической активностью под наблюдением инструктора. Мои обязанности входят в привлекать подростков, детей к спорту. То есть я могу им показать упражнения. Вот у нас здесь тренажеры есть в наличии. Показать, рассказать, исправить их ошибки. Ну, в общем, инструктор для того, чтобы помочь спортсмену, начинающему, выполнять правильные упражнения. На спортивной площадке 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова есть много тренажеров и снарядов для воркаута. Но не каждый человек знает, как заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. Также на площадках проекта организовывают спортивные игры для детей. Весь инвентарь инструкторы приносят с собой. Мы тут играем в разные игры спортивные. Это и волейбол, и баскетбол, и футбол, и настольный теннис. У нас есть для этого весь инвентарь, мы его приносим с собой, и его используем для этих целей. В общем, разнообразные здесь у нас занятия. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Инструкторы готовы проводить занятия и для пожилых людей. Всех, кто желает приобщиться к спорту, приглашают на площадки по улице Курчатова, 6, Силкина, 20, улица Павлика Морозова, 22 микрорайон, по улице Куйбышева, 19, дробь 1, молодежный центр. Нам скоро дадут помощь. Обычно нам помогают студенты. Ждем с нетерпением, потому что они молодые, зажигательные, они проводят какие-то досуговые мероприятия. Там они и поют, и танцуют, и все делают, что нравится детям. Спортивный комплекс в сквере 22 микрорайона работает в понедельник, вторник, среду, четверг с 16 до 19. Спортивная игровая площадка на улице Курчатова, 6, вторник, четверг с 10 до 13. Спортивная игровая площадка на улице Силкина, 20, понедельник, среда, с 9 до 12. Занятия бесплатные. Сборная ветеранов Сарова победила на региональном этапе спартакиада пенсионеров России среди команд юго-западной зоны. В состязаниях в Кулебаках участвовало 14 команд, которые разыграли медали в шести видах спорта. В региональном этапе спартакиада пенсионеров России сборная команда ветеранов Сарова участвует 10 лет и неизменно показывает высокие результаты. В этом году в Кулебаках саровские спортсмены соревновались с участниками из 14 команд юго-западной зоны. В ГТО, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартсе, стрельбе из электронного оружия. Каждый участник выступал в своем виде спорта. В легкой атлетике выступало 4 человека. Два мужчины и две женщины. В остальных видах по одному человеку. Один мужчина, одна женщина. Ну и, значит, легкой атлетов увезли на какой-то старенький заброшенный стадион, где их чуть не заела мошка насмерть. Но ребята стойко выстояли и показали великолепнейший результат. Коляскина Светлана первое место заняла, Андреев Александр второе место, также Серебровнева. Соревновательная программа в плавании включала дистанцию 50 метров вольным стилем. У саровских пловцов конкурентов в этом виде спорта почти не было. Они взяли первые места. По итогам состязаний команда Сарова шла на втором месте после выкса и отставала на 6 очков. Решающими стали партии в настольном теннисе. У женщин самая интрига была. Это Капитанова Юлия. Болели там буквально все, потому что это был самый длительный процесс, настольный теннис. Капитанова Юлия заняла также достойное третье место. И Павлов Виктор среди мужчин также занял третье место. И мы опередили в итоге команду в иксы на 3 очка. В состав команды Сарова вошли представители муниципальных предприятий, сотрудники внеев, как пенсионеры, так и работающие. Ветераны вложили немало и физических, и моральных сил, чтобы достойно представить город и вырваться в лидера спартакиада. Для команды это серьезная и значимая победа. Сложность была в том, что многие это уже как бы свой спортивный интерес теряют, но многие оставляют спортивный интерес к соревнованиям. И нам надо было создавать команду, состоящую из 6 человек мужчин и 6 женщин. Конечно, нам повезло. И не только как бы повезло, но это естественно, потому что мы первое место взяли, но это достижение. В любом случае нашими пенсионерами мы гордимся. Теперь спортсменов будут отбирать сборную Нижегородской области на всероссийский этап спартакиады. Уличная спортивная площадка начала свою работу на территории молодежного центра. Профессиональные тренеры проводят там тренировки как для мужчин, так и для женщин. Также на площадке можно обучиться базовым движениям брейкинга. Кардио, стрейчинг, МФР, силовые и функциональные тренировки. На уличной площадке молодежного центра начались занятия с инструкторами. В этом году к работе присоединилась фитнес-тренер Дарья Колина. Она подбирает для человека нагрузку в соответствии с запросами, а также проводит групповые тренировки как для женщин, так и для мужчин. Для девушек тоже есть программы, такие как проработка ягодичных мышц, для парней, для взрослых, то есть упражнения на турниках, на брусьях, то есть разные. Есть у нас инвентарь, молодежный центр выделил нам оборудование необходимое для комфортного занятия. В нашем ассортименте есть гантели, экспандеры, фитнес-резинки, также мячик, баскетбольный, волейбольный. Гантели потяжелее, полегче. Сейчас еще обещают провести блины, то есть чтобы можно было что-то поинтереснее, потяжелее давать людям. Тренер проводит тренировки как с дополнительным оборудованием, так и собственным весом. Также на площадку могут прийти дети и пожилые люди. Для них тоже предусмотрена отдельная программа. Если у вас есть травмы, инструктор это учтет и даст индивидуальные рекомендации. У работы я получается два с половиной часа. В пять часов я начинаю выносить оборудование и уже тренировки с 5.30 до 8.00. Но если задержимся, то я думаю, летом будем задерживаться, ничего страшного, то есть там до полдевятого, например. Инструктор Дарья Колина работает на площадке каждый понедельник, среду, четверг и пятницу. По субботам с 16 до 19 часов базовые движения брейкинга, хип-хопа, а также общефизические упражнения дает Антон Козлов. Занятия на площадке молодежного центра будут проходить в течение всего лета. Всех желающих провести время с пользой ждут по адресу улица Куйбышева, 19-1, вход со двора.